Гомельский областной драмтеатр В мае артисты планируют начать работу над сатирической постановкой «Урод» по пьесе Мариуса фон Майенбурга. Во дворце Румянцевых и Паскевичей подвели итоги выставочного проекта «Ямане», «Яшишкин» и «Ямалевич». Организаторы решили отметить не одного, а сразу трех участников. С результатами народного голосования могли ознакомиться все, кто пришел на закрытие выставки. По результатам подсчета голосов оказалось, что гомельская публика предпочитает понятное искусство. В лидерах «Ночное путешествие» Андрея Филимонцева, «Место исцеления» Анны Ковальчук и «Счастье» Андрея Регатки. Эти авторы получили возможность бесплатно принять участие во Всебелорусской выставке в Минске, которая пройдет с 4 апреля по 12 мая в Национальном центре современных искусств. Тем временем на гомельском автовокзале появилась скульптура «Бегущий пассажир». Композиция высотой 1,80 м выполнена в бронзе. Автор проекта Вячеслав Долгов. Пассажир тащит в правой руке чемодан, в левую корзинку с котенком, а за плечами и подмышкой еще немало вещей. Фигура запечатлена в стремлении успеть на рейс. Далее о культурных событиях предстоящей недели. В рамках празднования Дня единения народов Белоруссии и России 2 апреля в Колледже искусств имени Соколовского выступит народный артист Российской Федерации Василий Овсянников. 4 апреля у Дворца Румянцевых и Паскевичей презентуют экспозицию под названием «Гомельский парк». 5 апреля здесь же откроют выставку живописи заслуженного деятеля искусства Республики Беларусь Роберта Ефимовича Ландарского. Также в пятницу, но уже в Чечерске, состоится 13-й праздник белорусской музыки «Чечерские сустречи-2019». В программе творческие встречи, выступления вокальных и инструментальных ансамблей, а также большой концерт с участием звезд белорусской эстрады и Национального академического концертного оркестра Беларуси под управлением Михаила Финберга. На этом все. С культурными событиями региона вас знакомили Евгения Кухаронок и Валерия Гопанько. Культурное обозрение подготовлено специально для программы «Новости недели».